Ваше предназначение — это любовь к Богу. А есть ещё другие предназначения, связанные с деятельностью. И эти предназначения все находятся просто потому, что человек становится активным. Вот, допустим, мужчина, если начинает спортом заниматься, он постепенно обретает волевой импульс, и он начинает дальше в жизни просто чем-то заниматься. Потому что, воистину, мужчина не может работать только потому, что у него нет на это волевой силы. Он начинает чем-то заниматься, он ещё не знает, чем. Но когда он начинает просто трудиться, то он достигает следующей стадии — это любовь к труду. И когда мужчина начинает просто, ему нравится работать, с этого момента он найдёт обязательно, чем ему заниматься. Это третья стадия уже развития. У женщины всё немножко не так протекает. Она сначала вырабатывает творческий импульс в себе. То есть она постигает радость прекрасного. Она постигает радость прекрасного, может быть, в детстве через кружок умелые руки, умелые ноги или умелые голоса. Ну что-то такое. Она очень умелая становится умелой, постигает радость прекрасного. И следующая стадия её — она становится очень влиятельной как личность, как только женщина, ну то есть красивая. Когда женщина становится влиятельной или красивой, она выходит замуж. И это следующая стадия её развития. Она получает защиту в виде семьи, детей. И дальше следующая стадия, когда у ней фундамент есть в жизни. Она должна эту творческую силу прилагать уже в общество. То есть уже там развиваться как личность. Но у женщины проблема в том, что если она, ну как бы, не защищена... Понимаете, для женщины важна цель жизни у женщины — это её близкие отношения. Не обязательно даже есть муж. Но женщина, вот допустим, у ней много подружек хороших. Она со всеми заботится, у ней много близких отношений в жизни. И это даёт женщине очень большую устойчивость жизни, как фундамент. И опираясь на этот фундамент, она легко, может правильно включиться в деятельность, в работу. Потому что если фундамента нет, она начинает работу считать своим фундаментом. И там сгорает. Почему? Потому что она начинает к начальнику относиться как к мужу. То есть он ей понукает. Он ей говорит, поработай побольше. Она говорит, да, хорошо. И начинает работать. Все говорят, ещё сделай то, сделай всё. Пятое, десятое. Она бегает, прыгает перед всеми. И видит, что на работе фундамента нет. Потому что там не близкие отношения, а деловые. Там тебя и используют. И в результате женщина постепенно теряет себя. Она думает, может мне эта работа не подходит. Тебе работа подходит. Тебе такая жизнь не подходит. Ты должна фундамент чувствовать в семье или близких отношений с друзьями. И тогда ты на работе не будешь париться. Потому что ты не будешь чувствовать, бояться, что тебя выгонят. Женщина, когда есть фундамент, она не боится остаться без работы. И это значит, что она вызывает к себе уважение. Допустим, начальник говорит, я тебя выгоню с работы. Если не останешься, она сверхурочная. Она говорит, ну смотрите сами, мне все равно надо идти домой. У меня там ребенок болеет, допустим. И идет домой. И он думает, ну что я буду ее выгонять? Она просто женщина. Она пошла домой, потому что у нее ребенок. И она ее не выгоняет и уважать начинает. Он ее больше не будет просить лишнего работы. Потому что он будет видеть, что она сильный человек, достойный. То есть защищена семьей. А слабая женщина, она боится, что ее выгонят. И поэтому ее эксплуатируют на работе. И она там сгорает. Если хочешь выгнать с работы женщину, заставь ее работать больше. Она сгорит, сама уйдет. Ее не надо выгонять. Женщина чувствует несправедливость сильно. И она не может в этом атмосфере жить. Кстати, она уходит. Поэтому, мои дорогие друзья, изучайте глубже жизни. Часто люди думают, что их предназначение – это где-то работать. Это не является предназначением человека. Это тоже предназначение, но вторичное. Это не главное предназначение. Главное предназначение – это постижение своей духовной природы. Для этого человек рождается в этом мире. Я когда начал раскрывать свои прошлые жизни, это было во сне, то есть это между сном и бодрствование, такое состояние, когда у человека очень ясно работает сознание. Одну жизнь увидел, прошлую, вторую. Смотрю, судьба как перетекает из одного места в другое. То есть она похожа той жизни в этой, в том дальше. Все похоже. Ну, не то, что повторяется, как жизнь сурка, да, день сурка, а похоже просто. Все меняется, но похоже. Я смотрю, что, в принципе, все похоже. Я также понимаю, что мне Господь все это из сердца показывает. Не то, что я сам увидел. Я его спрашиваю. Он мне показывает, а я его спрашиваю в это время. Я осознал, что он мне это показывает. Я его спрашиваю. А зачем тогда это все надо, если это все похоже? И не то, что он словами, а просто памятью из сердца он мне ответил. А для того, чтобы ты просто был каждую жизнь чуть поближе ко мне. Вот для этого все это надо. А больше ни для чего. Я получил такое знание в сердце. Хотя я об этом постоянно читал, ведах постоянно. Это недавно я получил такое знание. Но, понимаете, знание — это не то, что прочитать. Это глубокое осмысление истины. Глубокое, которое меняет всю жизнь. Знаете, можно слышать сто раз, что цель человеческой жизни — это постижение своей духовной природы, постижение Бога. Но это просто слова. Но если ты получил реализованный глубокий опыт, ты приближаешься к Богу, значит, живешь не зря. Вот люди говорят, я не зря прожил свою жизнь. Он чувствует. Что это значит? Значит, чуть ближе к Богу стал. Все. Вот это и значит. А больше ничего не значит. Там построил дом, детей нарожал. Ну и что этот твой дом могут продать за бесценок? Дети могут непонятно чем заняться. Нет гарантий никаких в этом мире. Я когда об этом лекцию рассказывал, мне женщина одна поделилась. Говорит, вы знаете, я так это почувствовала. Вот то, что вы сейчас говорите. У меня моя подружка, она пожилая женщина уже. Моя подружка, она всю жизнь вот шила для детей. И мебель им там покупала. Вот все, что она покупала, все для своих детей. Когда она ушла из жизни, это подружка, бабушка сидела просто, ну, сидела возле дома на лавочке. Сначала, они жили с соседями на девятом этаже. Сначала с девятого этажа полетели фотографии. Потом полетели шмотки. И все, Бог ей показывал, для чего она жила, вот эта вот женщина. Все этим детям оказалось не нужно. А потом они продали квартиру. Ну, естественно, когда человек дешево, что-то получает, деньги. Думаете, он их будет правильно использовать? Нет. Какую-нибудь авантюру вложит и потом прогорит. Вот и вся жизнь человека. Для чего жила? Да не для чего, просто так. Ну, и, соответственно, и уходит человек из жизни, он так же чувствует. Жить надо для того, чего-то другого, мои хорошие. Если судишь других и грехи, значит, дать их берешься. Со своих же ночных, так чужих ты едва доберешься. Если день и роскошь к тебе притекут, вознесешься. Знай, богатство, мой дух, на круги ты своя, все же вернешься. Знай, богатство, мой дух, на круги ты своя, все же вернешься. Ну, конечно. Спасибо большое. Я хотела много раз, но мне все равно, кто-то не дает задать этот вопрос, но все равно перебью, пойду на перекурс людей. Скажите, за период своей работы встречали людей, которые пережили клиническую полную, физическую смерть до 10 минут. Вот я встретил такого человека сейчас. Спасибо. Да, у меня было 10 минут еще первого. Я вижу это, да. Полная клиническая смерть. Я покинула свои тела в реанимационном отделении в реанимационном отделении. Видели себя со стороны? Помните это? А там нет нас. Там нет. Вы знаете, я хотела бы с вами наедине поговорить. Не потому, что я что-то скрываю, и люди меня, чтобы не осуждать. А по той причине, почему на сегодняшний день мы называем глуховенство, это называют таинством. Я раньше не понимала. А сегодня я полном объеме могу сказать, потому что как по плечи. Идет простой человек, а навстречу батюшка. А ты почему правильство не было? Верка какой? Бог ведь все видит. А есть ли этот Бог? А ты веришь в это? Как быть? Что нужно, чтобы ты повернул? Ну, если бы я и увидел, я бы тогда и поверил. А потому, что с этим Богом поверил, и увидишь. Ну, в чём Ваш вопрос? Вот так и тут. Не каждый может понять то, что я сейчас буду говорить. А Вы сейчас не будете говорить. Потому что Вам это не позволили эти люди, которые здесь сидят. Они позволили говорить мне. Потому что Вы сейчас претендуете на истину. Но они не пришли Вас слушать. Нет, я ни на что не претендула. Простите меня. Вы можете задать вопрос. Я просто задала Вам вопрос. Встречались с какими-то дней? Я встречаюсь вот с таким человеком сейчас. А что Вы ещё можете сказать? А я ничего больше не буду говорить. Потому что, когда люди задают вопрос, тогда есть ответ. А если они экзаменуют, то нет ответа. Так, я Вам задаю вопрос. Хорошо. Что Вы имеете сейчас у меня по моему самочувствию? Это экзамен. Это не вопрос. Это вопрос. Нет ответа. Потому что это экзамен. Это не вопрос. Вы претендуете на то, чтобы меня испытать. Ну, хорошо. Я не против этого. Но у меня нет задачи быть Вашим испытуемым. У меня есть, кому меня испытывать. Вы меня не помните. Я просто после эпидемической смерти у меня заболевательных осталось у меня. Ну, Вы спросите. Спросите меня. Спросите меня после лекции. После лекции спросите. Ну, это я и хотела. Хорошо. Мои хорошие, Вы будьте посмиреннее, когда спрашиваете. Я тоже, когда старших спрашиваю, веду себя смиренно. Потому что, если человек задает вопрос с вызовом или с экзаменом, то тогда нет ответа. Не потому, что гордость моя поломлена, а потому, что нет ответа. То есть, можно ответить тому, кто вопрошает. А кто экзаменует, ну, как бы, это если ты сам пришел на экзамен, тогда да. У меня бывают такие ситуации, когда на лекцию приходит человек, и начинает, встает сам, я его не спрашиваю, он говорит, ты имеешь право читать лекции, ты грешник, там начинает перечислять мои какие-то ошибки в жизни. Я говорю, а Вы имеете право мне решать, читать мне или нет? Вы кто такой? Почему Вы на себя взяли это право? Начинаю его ошибки перечислять. Ну, как бы, странные люди. То есть, вот, но это Вас не касается. То есть, я не про Вас это говорю. Слышите, женщина, я просто... Вы немножко выбрали другой стиль. Не стиль вопрошающего, а стиль знающего. Этот стиль нормальный, он правильный. Но если я Вам это позволил, потому что я читаю лекцию, и есть два варианта. Один вариант Вы спрашиваете, а другой вариант Рассказываете. Когда Вы рассказываете, то я должен быть убеждён, что Вы имеете на это внутреннее право. Даже если человек что-то увидел в жизни, а Вы, несомненно, что-то увидели, он может это по-разному оценить. Понимаете? И Вашу оценку я не знаю. И поэтому я не хочу её предоставлять людям, потому что мне, может быть, потом придётся исправлять что-то. Но по писателу, что Вы не поняли? Я на что не претендовала? Кто не претендовала? Всё, тогда всё нормально. Если не так, если не так? Ну, может быть, не только я не понял, а также люди, которые здесь сидят. Я надеюсь, скажи, что ты видишь. Может быть, люди тоже не поняли. Если не так, я прошу тебя. И иногда бывает так, что мы друг друга не понимаем. Вы тоже простите меня, если я Вас не понял. Всё нормально. Всё нормально. Я тоже Вам зла не желаю. Правильно сразу, да? Я тоже Вам не желаю зла, просто я выполняю свой долг. Спасибо. Понимаете, я защищаю сознание людей сейчас. И как бы... Не знаю меня, Вы правильно ответили. Ну да, если бы я знал, я бы Вам дал слово. Ваши вопросы? Продолжение следует... Все могут участвовать. У нас раз, три раза в год проходит такое, как бы, ну, у нас есть «Я желаю всем счастья» ретриты, они проходят в Москве и в Питере, и в фестивале благости. А есть, прямо можно читать молитву в своей вере. Это онлайн проект, и можно, ну, раз, раз, ну, три раза в год можно поучаствовать в таком мероприятии. Спасибо. Леонид Иванович, у меня здесь снова околдает. Я хожусь к вам, с вами, Леонид Иванович, и у меня выполняется в своем сказке. Для конца «Для чего Богу мои молитвы?» и «Как мне молиться так, чтобы быть честным?» Для чего Богу ваши молитвы? Я вам объясню. Это сложно понять, но я вам объясню. Богу нужны ваши молитвы, потому что Он — Личность, и Он хочет отношений с вами, и Он вам вкладывает в вас свои отношения. Например, когда вам тяжело, Он вам помогает, даже несмотря на то, что вы об этом не знаете. Потому что в этом мире мы рождены для того, чтобы жить без Бога. Понимаете, мы для этого сюда пришли, но всё равно без Него жить невозможно, и поэтому приходится нам постоянно помогать, но тайком. Понимаете, Богу, в принципе, ничего не надо. Понимаете, Он самодостаточный. Но Он — Личность. Не человек, а Личность. Понимаете, Личность означает, что Он хочет любви, хочет отношений. С кем? С тем, кто для Него дорог. И так как вы дороги Ему, поэтому, когда вы читаете молитву Богу, вы таким образом делаете то, что нужно делать. Понимаете, вот, допустим, для чего маме, которая всю жизнь отдала сыну благодарность из его рта? Может быть, и не для чего, но эта благодарность ей всё-таки нужна. Понимаете, потому что она Личность, она хочет отношений, взаимности. Так как Господь тоже хочет взаимности, так же, как и мать. Все Личности хотят отношений. И когда мы начинаем осознавать, как всё здесь устроено, тогда мы вкладываем свою силу в эти отношения. И таким образом побеждаем судьбу. Потому что её можно победить с помощью поступков хороших, а можно с помощью милости. Вот милость — это сравнивается с такой силой, как огонь сжигает трава, так и милость Бога сжигает судьбу. Но можно её сжечь добрыми делами, допустим. И это и то надо делать. Но бывает так, что твоих добрых дел не хватает для того, чтобы сжечь судьбу. И тогда нужна милость. Итак, первый вопрос. Вы спросили, зачем Богу мои молитвы, а второй я уже забыл. Потому что я старею. Второй, давай. Честный, надо выполнять его заповеди. Ну то есть честно означает, вот прочитала заповедь и следующее. Это честность по отношению к Богу. Иногда бывает так, что, ну, когда всё хорошо, ну, знаешь, зачем мы молитвы. Когда всё хорошо, ну, но вот это есть, и я тут, мне всё здорово. Как правило, приходишь на молитвы, когда у нас накрывается всем, и совсем тяжело, и другое. Конечно, а вот эту связь наладить, чтобы, как бы, твоя жизнь была молитвой. Потому что я не знаю, я не знаю, как себе этот вопрос. Как постоянно быть с Богом? Мы не можем быть постоянно с Богом, потому что мы испытуемые. В этом мире мы испытуемые судьбой. Судьба совершает насилие над нами. Для того, чтобы быть постоянно с Богом, для этого надо получить Его милость. Как вот женщина сказала очень правильно, что только когда ты почувствуешь Бога, реально, или увидишь Его, или почувствуешь, тогда ты сможешь не забывать Его, потому что Он незабываемый. Но так как мы Его не чувствуем, поэтому мы Его не можем помнить. Понимаете? Но почувствовать Бога — это милость, это награда. Понимаете? Человек должен жить просто, и придёт время, и эта награда придёт. Сначала Господь будет проявлен в сердце не как Личность, то есть не увидишь Его Личность, но ты почувствуешь Его аромат, вот эту чистоту божественную в своём сердце, понимаете? И тогда ты её уже не забудешь. Ты будешь чувствовать, что такое чистота, святость. И ради неё ты тогда будешь жить. И очень тяжело. Очень тяжело. Это борьба между двух миров. Я вам скажу одну вещь. Может быть тяжело не поэтому, моя хорошая. Это тяжело может быть в результате влияния злых духов. Когда человек чувствует Бога, ему очень легко жить. Он чувствует необыкновенное счастье. Понимаете? Судьба может испытывать его. Она может испытывать его. Но эти испытания для этого человека, это не то, что для нас. Понимаете? Когда человек чувствует в сердце эту благодать Божью, он реально не так страдает, как мы. У него другие совсем страдания. Он может страдать от того, что он недостаточно делает для Бога. Это и так далее. Но иногда, когда человек попадает в ту реальность, в которую вы попали, на него могут оказывать влияние не те силы, которые по-доброму себя ведут. Понимаете? Потому что там разные есть силы. И если эти силы не очень добрые, ну как бы начали влиять, тогда нужна очень сильная защита от Бога. Тогда нужно сильно помнить о Нём. И тогда в этом случае победа наступает, несомненно. Но вы не поняли, в чём тяжело жить. Я понял. И как уже этот мир, мираж, обман, пустота? Нет, это неправильно. Этот мир не пустота. Этот мир не пустота. То, что вы говорите, это правда. Но это всего лишь часть правды. Потому что, ну как бы, видят... Иллюзия. Да, это иллюзия. Обман. Обман, да. Но это часть правды. Потому что здесь есть реальность. И эта реальность означает отношение с Богом. Эта реальность означает любовь. Если человек живёт в любви, то этот мир не является обманом. Он является истиной. Понимаете? С одной стороны, этот мир — иллюзия. Потому что наша жизнь заканчивается. Мы уходим из этой жизни. И всё забываем. Тогда для чего мы жили, непонятно. С одной стороны, вроде бы, иллюзия. А с другой стороны, человек не забывает всё. Он, моя хорошая, вы или слушаете, или уходите. Потому что вы сейчас не как глаштай пришли сюда, а как слушатель. Итак, вот смотрите. Итак, то, что вы сказали, — это истина. Но эта истина, она имеет всего одну грань. Потому что есть вторая грань этой истины. Вторая грань заключается в том, что в этом мире есть неуничтожимые вещи. Неуничтожимые вещи — это любовь. Любовь к Богу особенно. Добрые дела человека также не уничтожаются. Они остаются вместе с ним. И с этой точки зрения этот мир не иллюзия. Если человек живёт правильно, то он сохраняет в себе этот мир. Между прочим, следует знать, что когда человек идёт на определённый уровень после смерти, он может также помнить свою прошлую жизнь. Это тоже как награда. Поэтому с этой точки зрения его уже прошлая жизнь перестаёт быть иллюзией. Но если говорить об этом мире, то слово «иллюзия» здесь приемлемо. Потому что в этом мире мы стремимся часто совсем не туда, куда надо. Нас засасывают определённые вещи, которые не являются самым главным. Но мы должны это всё делать, потому что нельзя жить без еды, нельзя жить без сна, нельзя жить без семьи и так далее. Но даже монах, он имеет семью, потому что его семья — это монастырь. Почему нельзя жить без семьи? Потому что нельзя жить без любви. Человек должен иметь любовь к кому-то хотя бы, иначе он не может жить. С этой точки зрения всё это не иллюзия. Но я хочу вам сказать одну вещь очень важную, которую вы должны услышать сейчас от меня. Знание в этом мире имеет определённые ступени. И если человек пытается давать знания, которые люди не могут принять, то это называется гордостью. И хоть люди могут не принимать знания, допустим, но они при этом могут чувствовать гордость. И часто бывает так, что если человек даёт людям знания, которые они не готовы услышать, то в этом случае люди отвергают это знание, они принимают. И они таким образом не развиваются. Поэтому всем в этом мире нужно давать знания так, чтобы они приняли. Это называется смирение. Хорошо. Договорились с вами. Ладно, мои хорошие, я начну лекцию, да? Итак, мы с вами говорим сегодня о победе над стрессом. Видите, какой необъятный Господь. Он может дать знания человеку о том мире. Это, кстати, ответ на вопрос девушки. Кстати, пришла девушка или нет сегодня, которая вчера говорила о том, что... А где доказательства, что есть в прошлой жизни? Она пришла? Если бы она пришла сегодня и не поленилась, она бы услышала доказательства. Ну ладно. Ну то есть иногда Бог дает знания человеку, которое запредельно для восприятия обычных людей. Но даже с этим знанием надо справиться, что-то надо с ним делать, иначе ты выпадаешь из жизни. Ну то есть знание бывает очень разным. Оно бывает очень глубоким. Или оно может разрушить всю жизнь человека. Бывают такие виды знания. Поэтому знание — это сила. Всегда надо с ним быть осторожным. И принцип такой. Человек должен всегда стремиться к тому знанию, которое ему поможет. Вот, допустим, вы приходите к священнику. Монах, допустим, он совершает аскезы. И он смотрит на вас, говорит, «Все, что ты видишь перед собой, это все бренное». Это правда? Правда. Все будет уничтожено, даже эта земля. Все бренное. Так, он говорит, «Твои отношения с мужем — это просто игра в любовь». Это правда? Правда. Теперь он говорит, «Твоя жизнь закончится, и ты забудешь то, что было здесь». Это правда? Правда. Теперь у меня к вам вопрос. А нужна ли этому человеку эта правда сейчас для его развития? Если не нужна, тогда зачем ты ее говоришь этому человеку? Для чего? Ты ему помогаешь или мешаешь? Чем ты занят сейчас? И вот запомните, те люди, которые не помогают, а мешают, их называют имперсоналисты. Кто такие имперсоналисты? Это люди, которые не верят в Бога. Они верят, что Господь — это сияние или просто абсолютная истина. Они не верят, что это Личность. Потому что если люди верят в Бога как в Личность, они никогда не будут человеку говорить то, что ему не поможет. Даже если это правда. Запомните, правда может разрушить всю человеческую жизнь до основания. Это будет правда, но она при этом не поможет. Поэтому выше правды стоит любовь. Запомните это все. Если правда без любви дается, значит в этой правде нет правды. Потому что она разрушительна по своей природе. Поэтому если к вам подошел монах, который вам говорит правду, которая вас разрушает из сердца, вы перестаете иметь смысл жизни, вам не хочется жить своим мужем, своими детьми, вы не хотите вообще жить, потому что потеряли в этом смысл. Это значит, что вас осквернили знанием. Вам не дали знания никакого, понимаете? Потому что знание, оно как должно даваться? Вот если, допустим, в знании есть любовь, и любовь выше знания, тогда всегда знание можно переварить. Но если знание выше любви, оно тянет человека, как камень, тянет в омут, и человек погибает в этом омуте, потому что он не может это переварить. И таким образом надо понять, что всегда человеку нужно давать столько знания, сколько он может переварить. В этом заключается смысл отношений с родственниками. Вот вы, допустим, послушали лекцию, понимаете? Чем вы отличаетесь от ваших родственников? Вы отличаетесь тем, что вы слушали лекцию с неослабленным вниманием, вы включали веру, очень сильно настраивались, пытались понять. Представьте, какой путь в жизни вы прошли за эти три дня. Теперь вы подходите к своему родственнику. Он не включал веру, не включал знания. Тем более, что родственники, родственник — это кто такие? Это люди, которые не предназначены для передачи знания. Они предназначены для того, чтобы передавать судьбу, мучить друг друга. Причем тут знания. Вот, допустим, я жене начинаю рассказ своей знания. Она смотрит на меня, говорит, слушай, ты лекции читай своим слушателям лекции. Почему она так мне говорит? Это потому, что наше отношение не предназначено для того, чтобы я передавал ей знания. Что же я могу ей передать? Я могу вести себя правильно рядом с ней и аккуратно, по-доброму терпеть все, что она сделает. И через это поведение я передам ей знания. Ну, то есть, если ты хочешь здание передать своему родственнику, вообще ему ничего не говори. Не надо с ним спорить, пытаться ему доказать истину, а просто по-доброму как бы себя веди. Вот представь теперь, ты подходишь к своему мужу и говоришь, этот мир весь иллюзия. Дальше какой будет поступок у мужа? Он пойдет и разведется с тобой. А что ему с тобой жить, если все иллюзия? Что жить-то дальше? Зачем? Если весь мир иллюзий, что здесь жить тогда? Скажешь, ну иди и живи в иллюзии своей, а я хочу с женой жить. Понятно или нет, о чем я говорю? Но если человек, если, ну как бы, такая женщина разумная, которая много что знает, придет в монастырь и увидит святого возвышенного, который видел тот мир, уже хоть живет и здесь, и скажет ему весь мир иллюзия, он скажет, ты много знаешь, расскажи еще что-нибудь. И он будет с ней общаться. Почему? Потому что его любовь, этого святого человека, стоит выше знания. Вот этого знания. То есть он понимает, как это знание переварить с помощью любви. Потому что, ну, если знание не переваривается с помощью любви, оно становится камнем, который тянет ко дну, еще раз повторяю. Понимаете, есть два типа людей. Одни люди, они ставят любовь выше знания, и тогда люди все усваивают, все постигают и все понимают. А вторые люди ставят знания выше любви. И тогда просто все в шоке от этого знания. Скажите, что там приезжал какой-то человек, вот, он такой, ну, все время ездит, лекции читает. Ну, мне какие-то полезные вещи рассказал, мне понравилось. Все. Музыку ставят, там песни всякие. Все. И самое интересное, если ваш родственник это услышит, он тогда не будет бояться сюда прийти. Он придет сюда и услышит, что он увидит. Что какой-то заезжий человек приехал. Ставит музыку. Все то же самое. Потому что, воистину, если не пришло время, человек ничего не услышит и не увидит. Он будет слушать то же самое, но у него ничего не взойдет внутрь. Потому что не пришло время, даже если люди иногда приходят, они слушают и не поймут, что такое, что вас стыкает здесь вообще. Что такое-то здесь происходит. Пол Маталинчика зашло, хорошо он был вчера. Изучаем дальше. Спасибо вам, женщины, за то, что вы подняли тему очень важную. Это лично, персоналисты, имперсоналисты. Любовь и знания. Как они сочетаются между собой. Поэтому знания нужно доносить очень аккуратно до людей. И нужно смотреть, что человек может переварить. Вот, допустим, вы общаетесь со своим мужем или своей женой. Вообще не надо грузить знания. Вы просто живите, как вы хотите, как правильно живите. И человек сам будет меняться рядом с вами, потому что он часть ваш. Его не надо грузить знания, потому что это его будет просто напрягать и всё. Потому что он ещё не готов слушать вас, понимаете. Ему надо захотеть этого знания. Когда человек хочет знания, тогда он будет его получать. Иногда на растения льют, льют воду, а оно только, наоборот, чахнет. Потому что оно в это время не хочет пить эту воду. Эта вода его портит только. Нужна пища во время голода. Человека можно кормить, когда он не хочет кушать. Это будет противоположный результат. Но родственники никогда от вас не будут кушать знания. Запомните, это невозможно. Вы никогда не сможете им рассказать истину. Это невозможно. Потому что родственники это ваши судьи. Судьи. Вот представьте, допустим, человек стоит перед палачом, говорит, давайте я расскажу истину. Он говорит, это я тебе сейчас расскажу истину. Иди голову подставляй, и сейчас узнаешь истину. Наши родственники, это наши судьи. Вот посмотрите, как вы смотрите на своего мужа или на свою жену. Как вы смотрите? Глазами судьи. Говорит, ты чем занимаешься вообще? Что делаешь? Вот представьте, допустим, вы приходите к подружке. К подружке приходите и говорите, ты чем занимаешься? Что делаешь? Вы же так с подружкой не разговариваете, потому что вы не судьи для нее, а благодать Божья. Вы приходите к ней, она хорошая для вас. Чего бы она ни делала, вы чувствуете, что она хорошая по-любому. Всегда вы успокаиваете, помогаете ей, потому что вы друг другу благодать Божья. Но муж и жена – это не благодать Божья. Это судьи, и они поэтому смотрят. А куда это ты пошла? Какому еще Олегу Геннадьевичу? Ты в интернет-то смотрела? Кто таков? И так далее. Понимаете? Сейчас интернет же все как бы решает. Как это фильм был вот этот классный про Булгакова. Про Собакевича там или кто? Шариков, Шариков. Он, Собачий сердце, Шариков, да. У него телевизор был абсолютно истинный. Все, что по телевизору, то и правда. Это嘛. Иchter Собачья. На самом деле? Ну да. Ну да. Поэтому.